3 июля, пятница, 14.00 в Одессе. Информационная служба седьмого канала начинает свою работу. В ближайшие 10 минут мы расскажем вам про самые важные события к этому часу. Меня зовут Игорь Буренко. Здравствуйте. Незаконное вторжение на предприятие. 15 человек в форме и в масках накануне ворвались на территорию предприятия ТИС. Не представившись, мужчины крепкого телосложения устроили противозаконные действия. Они поломали служебный шлагбаум, отобрали у сотрудников ТИСа мобильные телефоны и напугали работников компании. Как выяснилось позже, киевляне, оперуполномоченные СБУ в сопровождении 15 неизвестных людей пришли согласно постановлению столичного Печерского суда. Но не по указанному адресу. Они ошиблись предприятием. У них документы были, когда мы потом проверили, они касались обыска действительно в офисе компании ТИС Зерно на улице Чапаева 60. А приехали сюда, даже не по адресу, по которому там это написано. Вот сделали вот такие действия. Значит, хамили тут людям, понимаете, не представились как положено. И нанесли ущерб и действовали незаконно. Также Олег Кутатыладзе отметил, что служба безопасности Украины занимается не своими обязательствами. Постановление по статье 191 части 5 хищения имущества не входит в компетенцию СБУ. Какой-то бред сивой кобылы написал следователь из головы для того, чтобы взять это дело по подследственности в службу безопасности Украины, понимаете, и творить здесь полный беспредел. Останавливает работу предприятия, которое создало около 4 тысяч рабочих мест, понимаете, значит, который инвестировал сегодня около 500 миллионов долларов в эту страну. Вот, скажите, какой инвестор нормальный будет работать? Общественная инициатива под названием «Реанимационный пакет реформ» настаивает на внедрение государственного финансирования для политических партий, которые прошли в парламент. По их словам, это позволит партиям выжить без средств олигархов, не лоббируя их интересы. Эта реформа предусматривает выделение средств на содержание из налогов граждан. Подобные системы действуют в большинстве европейских стран. Я напомню, реанимационный пакет реформ — это объединение общественных активистов, экспертов и журналистов. Именно по их инициативе три года назад в ресторанах Украины запретили курение. В Одесском регионе создали единую государственную службу по вопросам труда. Вместо органов инспекции труда и госпромнадзора будет единая структура. Такая реорганизация поможет оптимизировать работу службы, бороться с коррупцией и сэкономить. В новом органе будет работать более 150 людей. Близко 7,5 млн грн. мы будем экономить на фонд заработной платы. Мы не будем тим жестким инспектором, который приходит только... Бьет по рукам, извините, или приходит и выписывает какие-то штрафы. Мы, в первую очередь, будем тим органом, который будет предупреждать эти все негативные моменты и закликать производителей, закликать предпринимателей, неважно в какой галузе они работают, до дотримания требований как трудового законодательства, так и законодательства про охрану и гигиенную работу. Кроме этого, Верховная Рада Украины пересмотрит 500 действующих нормативно-правовых актов по вопросам труда и регламентации работы Госслужбы Украины. Причина в том, что эти законы устарели, так как приняли их еще при Советском Союзе. Еще 750 именно столько дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях появятся в Одессе до сентября. Об этом во время брифинга, посвященного работе электронной системы регистрации в детсады, заявили в Департаменте образования и науки городского совета. Безусловно, напряженность с местами в детский сад у нас сохраняется, поскольку Одесса принимает и переселенцев, и мы знаем о радующем нас демографическом показателе. Количество детей увеличивается, однако при этом должна сказать, что городская власть делает все для того, чтобы снять социальное напряжение, открывая дополнительные группы в детских садах и обустраивая сеть дошкольных учреждений нашего города. Осенью этого года планируется открытие детских садов номер 232, 43, 10, 165. Дополнительные группы открываются в 307 детском саду, где ранее располагался Суворовский отдел образования. В Департаменте отметили, что эффективная работа электронной системы регистрации детей в дошкольных учреждениях. С февраля 2013 года стать на очередь в детский сад можно на сайте asrd.org. Для этого нужно указать данные родителя ребенка и в течение 30 дней подтвердить их в районном отделении образования или выбранном детском саду. Зарегистрировать ребенка в системе можно, если ему уже исполнилось полтора года, а потом система дает возможность следить за продвижением своей очереди для получения путевки в определенное дошкольное учреждение. Приоритет пятилеткам и детям из социально незащищенных групп населения. В системе есть телефоны всех детских садов, есть электронные адреса, родители звонят, и мы точно так же даем все консультации, объясняем, разъясняем, что и как для родителей, чтобы им было понятно. И, конечно, мы уже все привыкли, и я считаю, что эта система себя оправдывает. Все стали поспокойнее и, как сказать, пообизнаннее. С начала работы в системе были зарегистрированы более 25 тысяч детей. Ежегодно с ее помощью путевки в детские сады получат порядка 5 тысяч дошкольников. Одесситы в Тельняшках проедут по улицам города на велосипедах. Это масштабное зрелище местные жители и гости города смогут увидеть 5 июля, на День военно-морских сил Украины. Велопробегов будет два – утренний и дневной. После торжественного поднятия флага на морвокзале ребята отправятся на Аллею Славы, затем в центр города. Организаторы фестиваля обещают яркую и насыщенную программу. В честь Дня военно-морских сил у нас пройдут еще дополнительные мероприятия. Официальное мероприятие будет на морвокзале. Военно-морские силы Украины открывают свои корабли для посещения всем желающим. И гостей города и жителей города приглашают на морской вокзал уже с 9.30 утра. Будут подняты флаги, будут возложены венки, будет отдано честь погибшим морякам и будет открыт праздник военно-морским оркестрам. И пока на этом все. Больше информации уже через два часа. Хорошего вам окончания рабочей недели. Оставайтесь седьмым.